Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я вам расскажу про уход за волосами осенью. Обязательно досмотрите это видео до конца. Если видео кажется полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Все мы прекрасно знаем, что уход за волосами варьируется от определенной поры года. Так, после жаркого и палящего лета, осенью волосы становятся особенно чувствительны, капризны и непослушны. Они становятся ломкими, тусклыми, начинают выпадать и сечься более интенсивно. А чтобы волосы стали более послушными и здоровыми, нужно правильно подобрать уход за локонами. Советы по уходу за волосами в осенний период. Мойте голову теплой водой. Как все мы знаем, горячая вода усиливает работу сальных желез и раздражает кожу головы. Поэтому мыть голову лучше всего водой температуры 35-38 градусов. Если в вашей местности жесткая вода, хотя бы для ополаскивания используйте кипяченую воду. Волосы будут лучше подаваться укладке. Также рекомендую после каждого мытья ополаскивать волосы прохладной водой с добавлением небольшого количества уксуса. Это поможет закрыть их кутикулу и добавить волосам блеска. Реже используйте горячие приборы для волос. В осенний период, когда прохладная погода и сильный ветер, я не рекомендую увлекаться горячими приборами, так как они могут усугубить ситуацию и привести к сухим, секущимся кончикам. Даже если вы не представляете свою жизнь без этих приборов, тогда не забывайте об использовании термозащитных спреев или кремов, которые защитят ваши волосы от высокой температуры. Используйте в уходе за волосами масла. Осенью необходимо тщательно защищать волосы от перепадов температуры. Масла по уходу за локонами очень благотворно влияют на структуру волоса. Чтобы избежать сухости и ломкости волос, рекомендую использовать органовые и кокосовые масла. Наносите масло после мытья на влажные, либо же на сухие локоны пару капель и тщательно расчесывайте волосы. Регулярно делайте массаж головы. Холод и переменчивая погода осенью пагубно влияют на работу кровеносных сосудов. Нарушенное кровообращение приводит к тому, что волосяные луковицы меньше получают витаминов и микроэлементов. Поэтому осенью девушки очень часто сталкиваются с проблемой выпадения волос. Чтобы предотвратить эту ситуацию, необходимо регулярно делать массаж с помощью щетки с натуральной щетиной. Расчесывать волосы следует аккуратно, не спеша, в разных направлениях. Регулярно делайте питательные маски для волос. Маски, конечно же, являются неотъемлемой частью ухода за волосами круглый год. В осенний период нужно обратить внимание на маски, которые смогут защитить ваши волосы от перепадов температуры, а также смогут насытить волосы необходимыми витаминами. Причин выпадения и медленного роста волос огромное множество. Это и каждодневный стресс, и хроническая усталость, и прием абсолютно любых лекарственных препаратов. Использование фенов и утяжков также влияет на наши волосы. Из-за всего этого они страдают, становятся ломкими, выпадают и перестают расти. Как ускорить их рост, восстановить и в конце концов похвастаться длинными и густыми волосами и сделать это максимально просто и быстро, читайте в интересной статье. Ссылка на нее находится в описании под этим видео. Уход за волосами для разного типа волос. В первую очередь откажитесь от средств из серии 2 в 1. Такой комплексный уход в одном флаконе лучше отложить до весны. Приобретайте и шампунь, и бальзам, кондиционер. Можете придерживаться одной серии или линии. Благо, сейчас нам доступен огромный ассортимент шампуней, бальзамов, масок и прочего. Не следует мыть волосы слишком горячей водой в холодный период времени года. Вовсе не обязательно пользоваться шампунем из флакона. Загляните в свой холодильник. Хорошо восстанавливает структуру волос яичный желток. Для мытья волос, тщательно отделенный от белка желток, необходимо взбить, добавив в него немного воды и 50 мл водки. Полученную смесь массировать в кожу головы, после чего тщательно промыть достаточно теплой водой. Чтобы избавиться от перхоти и устранить ломкость волос, рекомендуется мыть ее яичной пеной. Для этого нужно взбить яйцо с небольшим количеством воды до получения крепкой пены. Полученным составом промыть волосы, после чего ополоснуть их большим количеством воды. Сначала обычной, а затем слегка подкисленной, например, обычной лимонной кислотой. Для нормальных волос можно использовать смесь, для приготовления которой вам понадобится 1 чайная ложка буры и 2 столовые ложки детского тертого мыла. Все это залить одним стаканом отвара ромашки, настоять в течение двух часов и использовать вместо шампуня. После применения этого состава можно ополоснуть волосы либо слабым раствором яблочного уксуса из расчета 1 столовая ложка уксуса на 1 литр воды, либо подкисленной водой 0,5 чайной ложки лимонной кислоты на 1 литр воды. Благодаря такому комплексному уходу ваши волосы приобретут ухоженный вид и шикарный блеск. Если вы обладательница темных волос, используйте для ополаскивания отвары и настоя крапивы, хмеля, стручков фасоли, лопуха. Непревзойденный блеск вашим темным волосам придаст полоскание чаем. Для этого необходимо проварить чай в течение 5 минут. Состав готовит из расчета 2 столовые ложки чая на 1 литр воды. Для светловолосых красавиц лучше использовать в качестве ополаскивателя на стол ромашки или лепестков подсолнечника из расчета 2 столовые ложки травы на 1 литр воды. Настаивать нужно не менее двух часов. Если видео было полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте читать комментарии под видео.